Проект выходит при поддержке группы компаний «Новый дом». С Верой в спорт. Добрый день, это программа «Сверой в спорт» у микрофона Вера Власова. Вчера состоялась очередная, уже вторая победа российской сборной на чемпионате мира. На улицах столицы, городов-хозяевах чемпионат – настоящий футбольный праздник. А у нас в Кирове свой футбол. Пусть пока без иностранных команд и болельщиков, зато не менее яркий и, что самое важное, не менее честный. И обсудим футбол, международный и кировский. Мы сегодня с Павлом Шахалеевым, генеральным директором группы компании «Новый дом» и президентом любительской футбольной лиги Кировской области. Здравствуйте, Павел Евгеньевич. Здравствуйте, дорогие слушатели. И для начала ваш анализ игры нашей сборной на чемпионате. Вот две игры состоялось, что думаете? Вот самое прекрасное, наверное, когда мы не верим в нашу команду, думаем о плохом, что вот мы сейчас опять опозоримся, проиграем, много песен перед чемпионатом прозвучало на эту тему, а происходит все на самом деле наоборот. Это говорит о том, что все-таки, я думаю, у ребят, которые играют в сборной, есть не только какие-то финансовые мотивационные механизмы играть в футбол, а все-таки есть чувство гордости за свою страну, желание действительно на домашнем чемпионате хорошо выступить. И мы это с вами увидели, причем это не случайные победы, это грамотно построенная игра, грамотно построенная тренерская работа. В итоге мы видим 8 забитых мячей в двух матчах и уже практически гарантированный выход в групповую стадию чемпионата мира, который 32 года назад, последний раз мы в 86 году выходили. Поэтому я считаю, что это большое достижение, ребята молодцы. Вчера и предыдущей игре подарили, действительно, я думаю, большой праздник всем людям. На фоне этого мы, думаю, забыли про все негативные обстоятельства, которые происходят у нас вокруг на фоне побед. Ну, дай бог, чтобы это продолжалось, отличный чемпионат, тоже удалось лично посмотреть, оценить подготовку городов. То есть я вот был в Казани, видел тоже, как город готов к чемпионату. Но очень приятно посмотреть, действительно, чемпионат на высоком уровне проходит, а наши просто молодцы пока. Согласна с вами, что подготовка на самом деле на высшем уровне, и насколько хорошо пока ведут себя болельщики. Даже приходилось мне встречаться с разными представителями разных стран. И если даже в одном самолете летят несколько латиноамериканских стран, болельщиков и испанцев, то они настолько мирно и дружно все вместе болеют за футбол, за свои команды, никаких противоречий не возникает в футбол, чтобы не сглазить. И да, тоже отметили вы о том, что команда наша одерживает победы, законные победы. И очень хочется уверить, что после уже окончания чемпионата не настигнет нас то разочарование, когда вдруг что-нибудь выяснится. Будем надеяться, что это все на самом деле заслуженно, и будет продолжаться в том же духе, без поражения Дни Победы. Но вернемся к кировскому футболу. В апреле перед открытием чемпионата Любельской футбольной лиги Кировской области вы вместе с Алексеем Куклиным, генеральным директором лиги, анонсировали церемонию открытия и первые матчи, которые ожидали кировчанам. Вот уже случились в мае месяце. Вот уже два месяца идет чемпионат. Заканчивается, насколько я понимаю, первый тур. Да, заканчивается первый круг у нас через две недели. Будет перерыв, когда и мы можем передохнуть, потому что действительно в таком ритме проводить эту работу достаточно сложно. И хотелось бы сказать огромное спасибо команде, организаторов. То есть это порядка десяти человек, которые участвуют во всех этих организационных моментах. То есть вот мы с вами, допустим, сейчас сидим в студии, Ребята работают на стадионе почти непрерывно, каждый день идут игры. Значит, на текущий момент, если мы берем то, что первый круг заканчивается, я думаю, что порядка где-то четырехсот матчей мы уже за май-июнь провели. То есть это и детскую лигу, если мы возьмем, и три лиги, которые играют ежедневно. То есть первый, второй, третий дивизион любительской футбольной лиги. То есть на сегодняшний день организация чемпионата, я тут разные отзывы слышал положительно, и мне приятно то, что на самом деле нам приятно. То, что пока все получается в том ключе, в котором мы наметили эту работу. Потому что мы всегда привыкли к заявленному каким-то аспектам, чтобы у нас все соответствовало. Поэтому если говорить об открытии чемпионата, как оно прошло на стадионе «Динамо», то мы все были приятно удивлены. Мы не ждали такого количества болельщиков, которые пришли посетить. Это было порядка двух до двух с половиной тысяч человек на «Динамо». Я думаю, что уже во всех социальных сетях, на многих порталах были фотографии. Замечательные фотографии, очень яркие живые. То есть трибуны «Динамо» впервые, наверное, за последние годы были заполнены. И они заполнены были не просто так формально, а люди действительно пришли поддержать футбол на Вятке, на Вятской земле. Все пришли сказать то, что я надеюсь, что этот путь мы за дело сделали, что все-таки мы ставим цель именно возрождения профессионального футбола на Вятке. То есть и всю работу, которую мы проделываем в этом направлении, она, конечно, направлена на то, чтобы у нас это направление не было забыто, а развивалось. Очень порадовало то, что высокий уровень отметили наши гости, как Александр Панов. Он был, так скажем, вообще приятно удивлен тем, на каком уровне в Кирове проводится чемпионат любительской футбольной лиги и детской футбольной лиги, потому что он является президентом детской футбольной любительской лиги России. Сейчас вот такая тенденция создается в этом направлении, что очень много открывается коммерческих детских школ, которые со своей стороны обеспечивают уровень подготовки достаточно неплохой, потому что тренера обучаются, они имеют какую-то свою неплохую базу, и, соответственно, не все могут у нас попадать в муниципальные школы, потому что все-таки там ограниченное количество людей, и очень большой сегмент детей сейчас занимается в частных школах. Это и подготовка к муниципальным, в том числе, если проявит конкурс. Да, и, соответственно, еще надо отметить, что все-таки муниципальную школу берут там с 7-8 лет, то в частных школах с 4-5 детки начинают заниматься, и это образует определенную потребность в турнирах высокого уровня, чтобы эти... Их поощрение как раз следят. Да, их поощрение, чтобы коммерческие эти школы, тоже частные школы, имели возможность участвовать в турнирах, и мы такую возможность, в принципе, и вообще в целом детская любительская футбольная лига России, она эту возможность дает, то есть проходят федеральные турниры, то есть вот у нас мы договорились о том, что если наши планы, как бы, намеченные, реализуются, то мы планируем вот с Александром провести Кубок России среди детей здесь у нас в городе. Когда это будет? Ну, я думаю, что здесь мы будем этот вопрос сейчас обсуждать, то есть мы этот курс наметили, я думаю, что это будет либо осень, либо весна следующего года в зависимости от... То есть осень этого года, либо весна следующего? Вот. Также мне было очень приятно, когда я смотрел матч Испания-Португалия и слышал голос нашего гостя, который приезжал сюда и комментировал матч между командой «Вектор» и «Литобовь» Кирилла Дементьева. Это прекрасный матч. Да, прекрасный матч, то есть было очень как бы... Мне приятно и такая прям гордость сделала то, что вот этот человек абсолютно искренне приехал, провел этот матч, откомментировал его на том же уровне. И как собеседник, как человек, который разбирается в футболе, он такой очень интересный. Я думаю, что если все, кто видел или слышал информацию о пресс-конференции, которую мы перед открытием проводили, там все высказались на тему отношения к футболу и вообще развития футбола в регионе, в регионах в целом, да. Вот. Потому что... Почему американцы хорошо играют в баскетбол? Потому что в каждом дворе есть кольцо. Вот мы должны стремиться к тому, чтобы в России хорошо играли в футбол, поэтому в каждом дворе должна быть футбольная коробка. Если, допустим, сейчас хоккейная инфраструктура как-то потихонечку что-то... Ну, какие-то коробки строятся, еще что-то... Ну, я по России сейчас говорю, в целом не сколько... У нас очень медленно тоже в развлекательство пошло. Да. Я причем, честно, могу сказать, что на сегодняшний день мы анализировали строительство спортивных объектов в целом как их инвестиционную привлекательность для частных инвестиций. Это очень интересно, объективно сейчас, потому что спрос на данном рынке услуг достаточно высок, и поэтому я, так скажем, могу призывать, может быть, так, инвесторов к тому, чтобы они рассматривали вот данные какие-то объекты, коробки футбольные, там, какие-то манежи закрытые, какие-то спортивные объекты для того, чтобы их создавать в частном порядке. Они будут действительно востребованы, и потому что сейчас все больше людей увлечены здоровым образом жизни, все-таки с занятием спортом, футбол, хоккей. И это очень на сегодняшний день востребовано. И мне бы тоже хотелось, чтобы у нас в регионе это все развивалось. Владимир Ильич, а вы как застройщик даете пример другим организациям? Ну вот мы сейчас, да, мы сейчас, проект у нас есть земельный участок, достаточно большой, перспективный под строительство подобного рода объекта. И мы сейчас проектные работы ведем, я думаю, в скором времени мы презентуем этот проект. То есть у нас есть в планах строительство крытого футбольного манежа. Крытого. Да, крытого, первого области, да. То есть это будет не мини-футбольная коробка такого размера, который подходит под игру, как и проведение любительской футбольной лиги 8 на 8, так и, соответственно, дробление его на несколько площадок, и проведение тренировки для детей. Также мы рассматриваем в перспективе целый комплекс, планируем также там, что присутствовал и хоккейный каток. То есть мы планируем инвестировать в данную инфраструктуру. То есть я думаю, что в ближайшие годы такое сооружение мы построим. Насколько я понимаю, разрешение строительства еще не получено? Нет, разрешение мы еще не получали. Мы сейчас ведем проектные работы, будем сейчас согласовывать проект планировки территории, потому что там территория большая, соответственно, это надо проходить публичное слушание. То есть я думаю, что все последовательно, как мы идем к этому, мы потихонечку все это реализуем. А на ваших придомовых территориях, жилдомов многоэтажных, которые вы сдаете, там как реализуется потребность занятия спортом? Ну вот я могу сказать, что мы в принципе на текущий момент ведем точечную застройку, то есть реализацию локальных проектов строительных. Там не такие масштабы для того, чтобы можно было разбежаться и построить там футбольную коробку, но мы максимальное внимание уделяем именно как раз физкультурно-спортивным комплексам, которые бы выполняли именно функцию физкультурного развития. То есть не сколько там отдыха, да, а именно чтобы дети могли позаниматься гимнастикой, каким-то там настольным теннисом, мы столы ставим, настольный теннис, чтобы можно было на улице поиграть, баскетбольные кольца, в жилом комплексе «Радуга» мы волейбольную площадку разместили. Ну то есть мы в любом случае стараемся, чтобы наши жильцы были обеспечены всем необходимым для того, чтобы проводить качественно свой досуг. Да, и своих детей. Да, и главное, да. И не бояться за здоровье своих детей. То есть это, конечно, все выполняется по всем стандартам качества. Да, отмечу еще, что вот про стандарты качества, насколько важно, честно, уделить этому внимание, потому что помимо проверок, которые так или иначе сопутствуют строительству и сдаче объектов, это же еще огромное внимание, интерес со стороны родителей детей, потому что они куда попало своего ребенка не отправят. Прошли те времена, когда можно было и садин оставить, и сейчас это все совершенно иначе происходит. Да, и вы еще рассказали о потрясающей работе, на самом деле, коллектива организаторов, ребят, которые судят, организуют чемпионаты, чемпионат любительской футбольной лиги. Отмечу, что месяц назад состоялся очень небольшое мероприятие Кубок Эха Москвы по футболу. Благодаря именно любительской футбольной лиге нам удалось это организовать. На сайте хакирова.ру можете посмотреть фоторепортаж с этого мероприятия. Несмотря на погоду, было очень ярко, здорово, зажигательно. Еще раз благодарю любительской футбольной лиги Киевской области за оказанное содействие. Это, на самом деле, неоценимо было. Нам очень приятно всегда, когда мы работаем и занимаемся тем, что приносит положительные эмоции, результат. И мы наладили действительно этот процесс организации корпоративных турниров. В принципе, возможность любительской футбольной лиги сейчас для любой организации организовать какой-то качественный досуг и такое мероприятие на высоком уровне. У нас сейчас возможность такая есть. Действительно, Кубок прошел интересно, весело и хорошо на уровне. Спасибо вам за это. На апрельском интервью, время апрельского интервью мы с вами немного затронули тему взаимоотношений с федерацией. Говорили, что как раз в стадии становления ваши с ними общие планы, какие-то намерения, действия. На какой стадии согласования и дружбы находится сейчас? У нас хорошее отношение в плане движения в тех направлениях, в которых мы планируем развиваться. То есть мы со своей стороны, представители, председатель федерации и представители правительства Кировской области были на открытии чемпионата любительской футбольной лиги. Открывали официально данное мероприятие. Нам это было приятно со своей стороны. И мы сейчас, хоть каждый занимается своим, как говорится, делом. То есть все-таки федерация реализует стратегию по проведению чемпионата 11 на 11, чемпионата области. Развитие формата именно 8 на 8 мы занимаемся. То есть пока этот формат неофициальный в России, но в ближайшее время, как информация сейчас у нас есть, то есть там уже год, Российский футбольный союз, по идее, планирует этот чемпионат сделать официальным. Тогда можно будет уже проводить полноценный официальный чемпионат области 8 на 8. То есть я могу вообще сказать, что приставка, многие, когда слышат любительское, кажется, что там... Что-то несерьезное такое, да? Да, что-то несерьезное. На самом деле это не так. Это только потому, что этот формат, он на сегодняшний день 8 на 8 неофициальный. Там играются те же представители профессиональных команд. Причем еще как играют. Да, еще как играют. То есть у нас были представители команд, которые играли и в Амкаре, и в других командах, и в Томи. То есть, соответственно, это те, кто как бы выпускники и родственные связи с Кировом, у которых есть, они приезжают, с удовольствием играют. И уровень именно формата 8 на 8 относительно предыдущего года, я могу сказать, что он вырос колоссально. То есть, ну, Игорь, вот если вы посмотрите у нас на канале YouTube трансляции или там посмотрите даже матч-открытие, который у нас был, вы увидите, что действительно этот формат более такой динамичный, более такой, я бы сказал, скоростной в какие-то моменты. Поэтому он вот имеет большие перспективы. Вернемся к текущему чемпионату Кировской области. Расскажите, до какого числа, когда окончание игр, будет ли оно как-то ознаменовано? У нас действительно, как бы, есть планы провести закрытие. Мы посмотрим... Первого круга? Да, нет, не первого круга, а вообще всего чемпионата. То есть, у нас в любом случае это будет награждение лучших спортсменов, мы отметим лучшие команды, медали, кубки, денежные призы от спонсоров. То есть, все это, безусловно, будет. Это мы планируем где-то, наверное, конец сентября закончить чемпионат. Это уже когда будут сыграны все матчи, когда уже просто погода не будет позволять играть. Конечно, у нас потребность и желание было бы и зимой, если бы было где это проводить в закрытом помещении. Это вопрос не одного года, пока вы не построили закрытые. Я думаю, что да, мы все-таки двигаемся в эту сторону, я думаю, в ближайшее время мы этот вопрос решим. Поэтому у нас все команды, которые участники, они получат, каждая команда будет отмечена. То есть, все получат какие-то призы и подарки. То есть, их же более 60. Да, более 60 команд. И каждая получит подарки. Ну да, то есть, у нас, в принципе, вот в том году, если брать, то есть, у нас есть призовой фонд, как бы финансовый, да, который мы за счет партнеров, тех, кто поддерживает, аккумулируем. И, как бы, денежные призы это победителям. Ну, то есть, кто занял с первое, второе, третье место. И, соответственно, ценные призы. Остальные получают различные сертификаты, там, призовые, еще какие-то от компаний-партнеров. То есть, это тоже, как бы, приятно. То, что люди не остаются безразличными из сферы бизнеса и активно участвуют в нашем награждении. То есть, предоставляя свои подарки, призы. Ну, Эхо Москву с удовольствием команду чемпиона-победителя пригласит в эту студию на программу «Сфера и спорта». Это мы уже официально заявляем. Отлично. Я думаю, они будут очень рады рассказать свое мнение уже снизу, какие у них впечатления и ощущения. Это будет очень важно и ценно. Болельщики на стадионах, вот вы сказали, на открытии было очень много. Трибур, на самом деле, я видела, были заполнены полностью. Сейчас, как обстоят дела? То есть, приходят ли люди болеть за своей командой? Как это происходит? Каковы эмоции? Я вам скажу, удивительно, как проходит детский чемпионат. Это просто нереально. Во-первых, приходят родители, они рисуют плакаты, они придумывают кричалки, болеют за своих детей. Это очень яркие эмоции. Я как-то захожу на «Динамо» в один из выходных и думаю, что-то какое-то мероприятие там идет, лечу столько народу. А там ваши мероприятия? Там, смотрю, дети играют матч, две детские команды, там ребята лет по 8-9, родители болеют, это очень классно. То есть, у каждой команды уже, в принципе, и у взрослых такие есть сформированные группы поддержки из друзей, родственников. То есть, они обязательно приходят поддержать, когда особенно погода хорошая. Жаль, конечно, тут нам это лето не совсем пока. Ну, это только на два дня, поэтому можно не обратить внимания. Да, когда погода отличная, выходной – это очень классный досуг. Прийти, посмотреть, поболеть за своих друзей, посмотреть футбол. Вообще красивый футбол. Да, красивый футбол. То там вы увидите подробное расписание матчей ближайших. И можете выбрать любой матч и посетить. То есть, это каждый день вечером где-то с 6 до 9-10 часов проходят игры выходные с обеда. Поэтому заходите, смотрите, приходите к нам, мы будем только рады. Да, и прогуливаясь по городу, по Александровскому саду, можно зайти там отдохнуть и посмотреть игру. То есть, сейчас у нас и организовано выходные и квас, и кофе там. То есть, в принципе, я думаю, что для досуга отличное времяпрепровождение. И семейного в том числе. Да, для семейного в том числе. Ограничения на такое мероприятие, я, если не ошибаюсь, где-то 6+, можно, да, говорить? Ну да, 6+. Ничего там сильно критичного и страшного нет? Нет, все. Кого-то, может быть, уже можно выделить по итогам предокончания первого круга? Какие команды себя хорошо показали, проявили? Может быть, от кого-то вы не ожидали до такого прорыва? Какие игроки особенно себя зарекомендовали хорошо? Ну, я могу сказать, что очень радует, что в первую пятерку команд входят как раз команды, обладающие своей областной географией. То есть, если мы возьмем, первое место сейчас занимает команда «Вектор». Это очень сильная команда, которая в том году была чемпионом. Она представлена игроками бывшего «Динамо», то есть игроками из других команд, которые профессиональные у нас в области. То на втором, третьем, четвертом месте находятся команды из Слободского, «Литобувь», это «Союз», команда «Пинюк», это команда «Фанком», команда «Новый дом». То есть, это пятерка команд, которая сейчас максимально качественную игру показывает и по очкам лидирует. Игроки, каждый, я могу сказать, игрок из этих команд, которые я перечислил, действительно, наверное, не хотелось бы кого-то отдельно выделять. Потому что смотришь, очень качественный именно командный футбол ребята показывают. То есть, есть там бомбардиры, которые уже больше 20-30 мячей кто-то забил. То есть, это говорит о том, что уровень ребят достаточно высок. А это, получается, у нас сейчас сыграно, каждая команда сыграла по 12 игр, то можно делать вывод, что кто-то забивает в каждой игре по два в среднем мяча. То есть, вот такие у нас кадры есть. По итогам второго круга ситуация может измениться? Безусловно. То есть, все команды очень плотно идут по очкам. Разрыв составляет там между первым и пятым местом всего, по-моему, пять очков. А между вторым, третьим, четвертым и пятым, наверное, по два, по одному очку где-то одинаковое количество очков. Еще есть возможность сыгрываться вперед. Конечно, да. То есть, очень радует то, что большинство игр действительно непредсказуемы. И где-то даже лидеры, которые находятся в первой тройке, там пятерке, могут сыграть ничью с командой, которая на десятом месте находится. Это говорит о том, что и уровень команд, и конкуренция, во-первых, достаточно высокая, и уровень команд, даже которые идут внизу, таблицы главного дивизиона первого, они тоже на качественном уровне выступают. И мы поэтому ведем ротацию, то есть, соответственно, команды, которые пять команд вылетают в низший дивизион, пять приходят в высший дивизион. Соответственно, мы получаем сезон к сезону более качественный турнир, более качественный уровень видим игры. Потому что все развиваются, все команды уже переходят, все заказывают себе форму, все заказывают уже там вплоть до тренировочных костюмов. То есть, эстетика уже появляется. Да, то есть, мы для ребят показали, где, что, как. У нас это возможно в городе сделать, то есть, это местные производители, все. То есть, мы их нашли. То есть, быстрые и качественные. Да, 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 которые никогда не занимались, конечно, таким направлением. Но, как показывает практика, что сейчас там предприятие отшивает и форму на команды, и спортивные костюмы, что по ценам и по качеству значительно лучше, чем что предлагается у нас на текущий момент где-то заказывать. То есть, это приятно. С июля месяца стартует кубок ЛФЛ Кировской области. В чем его отличие от чемпионата? Сколько командуют принимать участие? Как будет проходить кубок? Значит, кубок будет проходить по олимпийской системе. Команды будут играть сразу на вылет. Значит, у нас сейчас на кубке 32 команды. И я могу сказать, что из этих 32 команд больше половины команд – это команды, которые не играют в основном чемпионате области. То есть, почему объясню? Потому что команды, некоторые, которые видят, как проходит любительская футбольная лига, как она организована с момента старта чемпионата, кто не подавал заявки, они изъявили желание участвовать. Соответственно, у нас этот кубок открытый. То есть, получается, любая команда может заявиться, в принципе, как и из чемпионата и, соответственно, из города. Поэтому это говорит о том, что еще, допустим, порядка 15 команд, которые не играют, они в следующем сезоне уже 100% придут в ЛФЛ. То есть, это будут уже те команды плюс эти. То есть, численность нашей лиги будет увеличиваться. И это приятно, то, что есть возможность сыграть вот такой турнир. То есть, мы планируем его провести достаточно быстро. То есть, я думаю, что в течение недели мы его проведем. Тоже будут интересные мероприятия со своими призами, подарками. То есть, потом мы вот планируем, наверное, как раз на закрытии провести суперкубок. Это сыграет победитель чемпионата с победителем кубка. Если я правильно поняла, то кубок – это своего рода отборочный тур на чемпионат. Ну, это не отборочный тур. Нет, это альтернативное соревнование, которое просто проходит по другой системе на вылет. То есть, если здесь игры играют каждый с каждым, набирают очки, то здесь определяется один победитель. Ну, то есть, просто другой формат. То есть, просто команды, которые играют в чемпионате, у них и так настолько плотный график. Это для людей, которые, ну, не сказать, что живут футболом. Два раза в неделю собираться и играть в чемпионате – это и так достаточно тяжело. Поэтому они берут на период проведения кубка своего рода передышку. Поэтому не все команды представлены. Ну, и так нам пришлось закрыть заявку, потому что уже больше… А уже закрыто. Да, 32 команды мы набрали и все, как бы, потому что было больше желающих. Но мы, как бы, закрыли заявку, потому что, ну, уже было бы технически тяжело это все проводить. Соответственно, нас ждет опять в июле тоже красивый футбол, яркий, запоминающийся. Как будут игры проходить? То есть, в течение недели, каждый день? Я думаю, что мы захватим основной период – это выходные. И это будут уже финальные игры, там, одной, второй и финал. Соответственно, остальные игры мы планируем провести в течение недели. Примерно вот так. География какого участников кубка? География. В принципе, из районов области представлены команды. То есть, для них, ну, как бы, тоже интерес большой к данному соревнованию. Да, ну, время у нас уже почти подошло к концу. Еще пару слов о выставке, которая проводится тоже рядом с «Динамо», да, стадионом. Я люблю футбол. Что это такое? Как туда попасть? Ну, в Краеведческий музей, Спаская-5, если я не ошибаюсь, с адресом. Действительно, в преддверии чемпионата организована выставка. Она бесплатная. То есть, это там представлены, ну, представлены и комплекты формы команд любительской футбольной лиги. История развития футбола на авиатской земле. То есть, совместно с ветеранами, которые, как бы, соответственно, занимаются этой летописью футбола, мы данный проект реализовали, детей туда из нашей лиги, всех отправили сходить, чтобы посмотрели, как у нас действительно футбол на авиатке развивался. И хотелось бы, чтобы в будущем вот этот задел, который был в свое время сделан, он все-таки не канул куда-то в лету, а все-таки мы двигались вперед. По выставке тоже, наверное, ограничения можем сказать, что... Да, там ограничений нет. Ну, 0+. Ну, что, на этом мы вынуждены закончить. Хотя еще очень много вопросов к Павлу Евгеньевичу у меня было. Это была программа «Свероспорт». Мы сегодня говорили, конечно же, о футболе. О том, о чем сейчас говорит, наверное, каждый второй, если не каждый россиянин. Поговорили о лиге любительской футбольной чемпионате, о кубке. Поэтому всех приглашаем на игры. Они проходят практически каждый день на стадионе «Динамо». Следите за новостями, за расписанием в группе ВКонтакте. Ограничение возрастное 6+. А в гостях был Павел Шахалеев, гендиректор группы компании «Новый дом», президент любительской футбольной лиги Кировской области. Спасибо, Евгений. Всего доброго. До свидания. С верой в спорт. Деньги, мода, увлечение. Все это проходит. Остается статус. Статус в вашей жизни. То, что вы давно искали. Простор планировок, подземные паркинги, закрытая территория. В самом сердце города. Жилой комплекс «Золотой ключ». Квартиры премиум-класса для тех, кто ищет лучшее. 44-0101. Проектная декорация на сайте новыйдом43.рф. Застройщик ООО «Трансхолдинг».